Вилат до ебалцы не хочет отстать от меня. Ебашит в харде, как Моцарт на пианино. Мне 10 лет на фото. Ах-ах. Правда, что у тебя шрам на лице появился из-за гоплака. Найс руинишь игру по пичу и эфену. Резал бы таких. Хочешь девайс настоящих геймеров? Клавиатура, которую мне подарили, собственно, она охуенная, но я ее постоянно использую. Хочешь клавиатуру, которая выдержит любой стук? Тогда это предложение как раз для тебя. Собственно, гиперикс коврик, гиперикс клава и гиперикс уши. Вот это механическая клава. Моя роль классная. Ссылочка на клавиатуру в описании ролика и в комментариях. Всем привет! С вами Морф и уже третий выпуск рубрики «Прос про доты», где я разбираю активности профессиональных игроков на форуме ПД. Сегодня я поговорю ни много ни мало об апостоле нашего времени. Встречайте, Роман Рамзэс 666 из команды Virtus.pro. Почему Ромзэс 666? Три года назад. А 666 записал, чтобы он был длиньше. Хотел подлиньше ник, знаете? Помогите, есть ли слово длиньше? Нет, такого слова в русском языке нет. Чтоб ник был длиньше, очевидно. Из профиля Рамзэса мы сразу узнаем, что он не скул по меркам сайта с регистрацией аж в 2014 году. Но при этом Роман написал 1200 сообщений. А это больше, чем у предыдущих героев нашей рубрики. Также Рамзэс накинул себе 2 года при регистрации. Мне 19, через месяц будет 20 лет. Вы можете видеть, что в контактах указан скайп Рамзэса. Но не пытайтесь туда писать. Он давно не активен. И последний интересный факт из профиля Рамзэса. Изначально он был известен на прудоте как Рома Тимберсо. Перейдем к вакансиям. Рамзэс создал свою первую тему поиска команды в феврале 2014 года. С этого момента Раман создавал подобные темы минимум раз в месяц на протяжении полугода. А иногда и пару раз в месяц. Ответы в этих темах очень разнились. Тут был и дружеский троллинг от товарищей Рамзэса вроде пирожка. И грубые оскорбления, и хвалебные рекомендации. После летнего перерыва Рамзэс сначала собирает стак на квалификации к турниру от виплей. А через два месяца снова возвращается к регулярному поиску тиммейтов в вакансиях. Как обычно, он получает порцию разных ответов. Но уже потихоньку и сам овнит некоторых юзеров. В декабре Рамзэс пытается попасть в команду к юзеру про доты с легендарным никнеймом. А уже после нового года создает две свои последние темы в вакансиях. После этого Рамзэс присоединяется к команде Scary Faces с шадовехом и начинает свой путь в профессиональной доте. Оу, чуть не забыл. На самом деле, последняя тема от Рамзэса в вакансиях появилась аж в 2016-м, перед его переходом из Эмпайр в Виртуз Про. Правда, она имеет рофельный характер и соответствующие рофельные комментарии. Естественно, при таком частом создании тем в вакансиях, Рамзэс заглядывал и в топики других игроков. Некоторым он оставлял приятные комментарии, некоторых он откровенно троллил и высмеивал. Вот, например, он создал тему поиска вакансий вместо Afterlife. А вот Рамзэс общается со своим будущим тренером Арзиком. Чё, парни, есть с кем побухать по вебке? Ростер, я, Андершок, Викарет. Щас быстрим включить Арзик. И бухать на стриме. Частенько Рамзэс упоминала своего приятеля с ником Пирожок, в котором он играл в командах и катался на ланы. С ним, кстати, связана забавная темка от Нагибатора, которую Раман тоже оценил по достоинству. Пирожку срочно нужна пересадка лба, помогите юному ФНу. Уже скинул полтос. Однако большую часть юзеров Рамзэс очень жёстко флеймил. В ход шли и классические ругательства, и довольно необычные. Например, Брат Версуты. Особенно Раман не любил руинеров в пабах. Найс руинишь игры по пичу и ФНу. Резал бы таких. Одним из таких игроков был юзер с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. Под ником Funny People. Привет всем, меня зовут Фанни Пипл. Называется она Дота Пульска Тренировка. Вот это моя теория, теория общего. Это очень интересно. Каждый может для себя там найти, почитать. Блин, вроде как-то так всё просто получается. На самом деле... На самом деле всё не так сложно, как кажется. Вот это моя книга. Объём будет около 100 страниц. Почему ты такой ультра уёбок? Не обходилось и без откровений в адрес матерей некоторых юзеров. Причём эти посты Рамзэс писал в возрасте 14-15 лет. Ну и конечно же, как и многие юзеры про доты, Рамзэс хейтил сайт dota2.ru. Dota2 сру в темке. От сообщений в вакансиях понемногу перейдём к доте. О старте карьеры, ещё до своей первой команды, Рамзэс обузил ММР. То есть набивал его, используя дыры в системе и всякие полулегальные методы. И ещё он бустил аккаунты. Это можно отследить по постам 2014 года. Скорее всего, после начала игр за скирифейсов в ноябре этого же года, Рамзэс перестал заниматься подобными вещами. Хотя осадочек у многих людей остался, и уже через 2 года его обвиняли в краше серверов с целью поднятия ММР. Да не крашил я. А кто? Когда у меня падал трон, просто оффнулся и нет. У меня и вувана. И крашнулся серф. На 8к мне было бы стыдно крашить. В 2014-м Рамзэс активно играл на разных миксовых турнирах, организуемых ProDota. На первом из них он даже попал в топ-2 лучших игроков по голосованию юзеров. Играл Рамзэс и на ProDota лиге. Это был некий аналог фейксетов в те годы. Правда, просуществовала эта лига недолго. В 2015-м запомнилось выступление Рамзэса на кубке ProDota 1 на 1, где он дошёл до четверть финала. А также его выступление в команде с Afterlife на кубке выходного дня. В эти годы Рамзэс регулярно посещал топик обсуждения матчмейкинга, где делился своими наблюдениями и любил устраивать срач с другими игроками, особенно с Afterlife и Ahmo. После перехода в Team Spirit в конце 2015-го года Рамзэс переместился в их топик. Забавно, что за все 3 месяца выступлений он написал лишь вот это сообщение. Зато сразу после кика из Spirit он дал сразу несколько комментариев. Самые значимые из них касались скандального интервью Габлака с шанхайского мейджора. С Рамзэсом просто решили остаться и так далее. Нет, там, кстати, была схожая история. И с теми же Эмпайр. Shit is getting real. Писать ему начали тоже, опять-таки, ещё на буткейпе. Из Империи? Да, тоже из Империи. Причём, когда мы спросили у Ромы уже в лоб, было ли, он говорит нет. И потом, когда мы уже сказали, Ром, мы всё знаем, нет смысла отнекиваться, он начал опять какие-то нелепые отмазки говорить, да нет, там ничего такого. Рофл. Он не сказал самого главного. Мне написал Stranger, и я сказал нет. Эта вью отразилась на твоей жизни? Нет. Только поменялось отношение к Габлаку. Позже Роман прокомментировал видос Умника про Team Spirit с этого же мейджора. Норм видос. Только слишком много лимона. В дальнейшем он ещё не раз посещал топик Team Spirit, иногда оставляя интересные сообщения о бывших тиммейтах. Я в хороших отношениях со спиритами, просто иногда рофлю с пиков Габлака. Однако основную часть постов Ромзес продолжил писать в теме своей новой команды Team Empire. Здесь он активно общался с фанатами. Я был не бухой, мне было хуёво. Секрет обычной челики, как и Вега. Кто за макро отвечает? Я, очевидно. Также Ромзес нередко рофлил с тиммейтов, особенно он любил упоминать Afterlife. И не забывал своего дружбана Алоху. Ты нахуя его щас тупицей обозвал, малолетка. Сосать. Алоше бест. Сосите хейтеры. Забавно, что ещё находясь в Империи, Ромзес уже подлимонивал ВП. Ну а после кика из Империи он влил немножко инсайда. Внутри команды творился шок из-за одного чела. Роман ещё периодически появлялся в этом топике после киков его друзей из Эмпайр. Толстого на помойку. Ахахаха. Ещё находясь в Империи, Ромзес ответил на вопросы юзеров про доты. По какой лестнице тебе легче подниматься? По обычной или социальной? Смотря на какой этаж. На какие жертвы пошёл, чтобы стать проигроком? Спорт. Учёба. Как в 16 лет стать профессиональным игроком в доту? Ну я сидел 24 на 7 дома, приходил со школы, играл в паблики, 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 паблики. Поднимался рейтинг, стремление. В школу-то хоть ходил, правильно? Ну ходил. Чем занимаешься вне доты? На бокс ходил один год. Мне 10 лет на фото. Ахах. Кто победил бы в драке? Ты или Алоха? Я. Как Ромзес попал в про доту? Через вакансии ПД. Также Ромзес поделился мнением о комментаторах и некоторых других проигроках. Вилат доебался и не хочет отстать от меня. Профлюз его твитов. Айсберг реально на бошку пробитый. Он тупенький. Ну ничего такого. Играл ли с Папичем? И как он тебе? В одной команде нет. Раньше частенько смотрел его стримы. Вы бы взяли в команду Папича к себе? Да. Да, да. Кого бы вызвал на Версус? Габлака или Элидана? Правда, что у тебя шрам на лице появился из-за Гоплака. Якобы он тебя так поставил на место. Не хотел говорить. Да. Ну и пару слов о сетапе Ромзеса. Играю на Легаси. Камеру добегаю мышкой. Квиккасты не юзаю. Помимо темы Эмпайр, Ромзес врывался и в топики других команд. Например, он был частым гостем в теме Нави. Иногда заглядывал к Веге. Нун, вы бати, честно. А также отписывался в темах расхайпленных команд. Вроде Киберанжи или единственной команды Папича. И конечно же, после перехода в Виртуз Про в июле 2016-го, Ромзес начал активно писать в их топики. Он нередко рассказывал о происходящем в команде и даже о некоторых неудачах. На самом деле Тильт, не гнобитесь сильно, постараемся все исправить к валам на киевский мажор. Также Ромзес делился мнением о своих тиммейтах и рассказывал о своих друзьях. Вавен лучшее, что со мной случалось. Я никогда не отдам Роджера и не поменяю его. Как Сафином потусил. Ростик Бест. Не обошлось в постах романа и без самоиронии и самокритики. Я сын Габлака. И конечно, куда же без обсуждения девушек. Беру блондинку. Сначала были Рофса со стриминшей Кариной. Шатаут ту, Карина. И добавление ее в друзья ВКонтакте. А потом упоминание той самой Танечки ГТФО Бае. Зато у него есть поклонницы на Твиче, которые он добавил в друзья. Блондинка-школьницы ГТФО Бае. Телка-лохи. Ромзесы ГТФО Бае. Это моя бывшая девушка. Но не настоящая. Упоминал Ромзес и своего тиммейта Лила. Зато паров флил в Твиттере истории и свинсту запилил. Дефолтный Лилюк. Че? Опять порно-актриса. Тоже видел ее видосы. А вот что Ромзес написал о фильме ВАВ с киевского мейджора, где Виртуз Про выставили стереотипными злыми русскими. Ой, блядь. Ну давай, ладно. Парни, шо мы надрафтили? Я ебал вас. Нейтрально отношусь к фильму. Выложили и выложили. Охуенный ты друг с Пашей, когда он после проеба начал мошнить, что ты плохо координируешь и ведешь их на смерть. Это анализ после игр. И последнее значимое сообщение в теме Виртуз Про от Ромзеса это реакция на скандальный слив документов всей команды. Хоть голых фоток нету. Интересно, что за все свои годы на ProDot'е Ромзес вообще не отписывался в темах, не связанных с Дотой. За одним большим исключением. Тема, секс и отношения. Дайте совет, парни. Хочешь, чтобы как у Алохи что-ли было? Играй в Доту и не думай даже о 3D-шлюхах. На этом история Ромзеса на ProDot'е подошла к концу. Если вам нравятся видео подобного жанра, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Морф, всем пока!